Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в деревню Магино, поднялся вверх почти до деревни Семенова. Ну и буду сплавляться вниз, как обычно. Так, не знаю начать с какой, побольше или поменьше, наверное, что-нибудь все-таки попробовать поменьше такого, что-нибудь не самые большие размеры приманки. Так, давайте поставим кивогу, наверное, 2,9 дюймов. Все равно попробуем посмотреть наличие окуня. Ну а там, если что, может побольше поставим. Так, так, сейчас вот. Ну все, собрав свою приманку, можно делать первый заброс. Так, ну тут мелко надо, наверное, дальше проплыть маленько. О! Ребят, тут же была подача! Вот это да! Вот это да! И хорошая была подача, там, по-моему, резинки не осталось. Вот это да! Не резинка здесь. Плит, хорошая подача была. Мне, по-моему, ни разу такого не было, чтобы вот прям вот с первого заброса и на падении была поклевка. Вот это да! Ну, мелко-мелко. Ну, наверное, шнурок какой-нибудь небольшой, я так думаю. Так, ну тут, кстати, мелко, где поклевка-то у меня была совсем, ну, метров, метров. Мне, там, 0,7 метра. Можешь попробовать вообще воблер поставить немножечко, потвичить. Поставить вон небольшой воблерок с прутрика 60 миллиметров. Ну и попробуем молоденько потвичить. Может тут шнурки какие-нибудь стоят? Ой! Взяжется-визж! Ох! ребят он первая книжка ну почти почти сел тут на резинку ну вот ребят сюда шнурок стали небольшой взял ну да небольшой щупакабр совсем малютка 200 грамм вот такой вот конечно да мелко мелко тут совсем мелко что я плыву я уже пять грамм поставил грузики его даже много надо еще меньше ставить мелкий какой-то участок хотя вроде так кажется вроде и хороший ну глубины нет ну соответственно и рыбка такая вот ну чё ничего плывем дальше надеемся что места сейчас получше можешь начнут и рыбка на станет клевать корягах большой книжка попался такой начально съедобный хочу домой взять в коряжках ну точнее не стало меня просто уперся я специально то не вставал и вот немножко тут один тоже был вроде побольше сошел сейчас здесь 2 тоже взял ямках хабы хорошие тут и коряги и ямка конечно он тут стоит небольшой книжка кинул там под коряжку ну и взял тихо куда мышки отпускать будем ты чего парень ну чё то конечно размерчик не самый не самый хороший хотелось бы конечно покрупнее так ну что ребят в общем рыбалка по ходу предстоит трудовая особо никто ничего не берет так вот что он по мелочи было и все остальном полная тишина вроде места как видите неплохие ну ставим авару ну здоровенную крючок здоровенный ну попробуем грузик 8 грамм да осталось найти место чего ей кидать но впереди вроде как раз места что надо должны быть ничего кстати вот самое то все сейчас осталось только щуку ловить хороший денек чего только толком не клевет ну или я что-то не могу толком подобрать приманку и найти дислокацию рыбы непонятно то ли она в корягах вот таких стоит то ли нет непонятно толком-то нигде и не клюет если вот щучка наконец-то села тоже почти нападение сразу даже сопротивляемая хорошая щучка по 2 килограмм чека хорошая 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 у тебя даже 3 даже у ребятного хорошая смотрите все оцепилась уже вот это да и снова большая резина зарешала она сейчас она сейчас свалит это на час свалила 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 из-под сака ну ладно я не сильно расстроен если честно потому что я в принципе и убрать то не хотел слишком большая думал все равно отпустить ну что ребят круто круто что могу сказать немного конечно обидно что она сошла даже толком не удалось подержать но я и в принципе не хотела брать я хотела щучек брать но такие до 2 килограмм тут явно тоже по трешечку такая неплохая щучка взяла на авару ну а точнее копию это у димки шумакова я брал вот такая вот довольно большая приманка большой здоровый крючок ну и небольшой грузик 6 грамм как она тут прошла я если честно ну блин тут капец ребят вот смотрите всего-то 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 вот кулак даже еле-еле вот ну ну протянула короче да в общем вот через вот и такое вроде не казалось бы небольшое отверстие треха прорезла надо вот все-таки здесь заделать дырку блин маленькая обидно обидно все таки что я не поддержал с другой стороны ладно стерна раз отпускать хотели она сама тут отцепилась уже у не в подсаке ну и руки особо не пришлось как говорится марать потому что здесь бы она все бы мне опять извозь около а зачем нам это надо шоу плыла тех вот кустиков коряк кинул и вот она тут как раз почти по моему сразу взяла ну что блин сушки бы конечно не знаю спинга не спинга но у него очень бодрое начало скажем так он почти сразу неплохо так стал ловить ну понятно сейчас сезон относительно хотя я несколько плыву и блин и ребят что-то вообще тишина была ребят опять тут же вам поменьше сейчас сучка села ну вот принципе в этом же месте вот такая шнурок по сравнению с той конечно это уже шнурок но плечо вполне зачетный пойдет пойдет с такого можно будет и домой забрать конечно но небольшая нормально грамм 800 шнурочек взял такой пойдет у вас мама небольшой у него с хвостом по кто-то его уже устал по ходу моя треха его кусала до этого такой вот хвост ну чё ребят рыбалка начинает набирать обороты это не может не радовать почти тоже сразу буквально там на втором забросе после упущенной щуки последовала поклевка ну и вот такой шнурочек более-менее съедобного скажем так размера клюна у грамм на 800 думаю так ну что в принципе в принципе ставка моя вроде как сыграла вроде как бы да но посмотрим может какой-то кровь ну вместо вместо явно было неплохое видно видите как видите дам ни одна щука стоит сейчас попробую еще туда вернуться подняться еще может пару раз попробуем кинуть может видишь и удастся еще кого-нибудь там подловить да он тут тоже конечно там на дне токаря должно быть много это конечно как и плюс так и минус плюс что рыба есть а минус что хрентон проведешь есть ребята кто-то подсел это небольшой ракунишка шнурок 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 ой ну совсем мелочь ты че блин пиявка вот так вот ты а как где у нас крупняк что-то все меньше и меньше рыбы сало так ну очень ребят там больше никого поймать не смог вместо хорошие но блин тоже коряк всяких там зацепов много толком провести не получилось вот пожалуй вот тоже вот как сказать и плюс и минус таких мест то есть таких местах стоит хорошая рыба можно стоять но вот сделать проводку это то есть это везение то есть если получилось там с первого ну до первые два-три раза провести хорошо как правило ну рыба скорее всего клюнет если начали 40 почти сразу все цепляет то начинается все вот это вот барахтанье туда-сюда и ну не знаю потом уже может и рыбу распугаешь уже да и в целом уже желание особо там и нет кидать потому что 1 зацеп 2 зацеп обрыв и думаешь ну и нафиг это место место может быть перспективная то есть тоже вот буквально вот если повезет получится провести проводку ну тогда хорошо не получится придется дальше плыть кубле шнурок такой бойки я еще тут врезался фух спустя еще данное количество времени попался все таки еще вон один щупокабрик небольшой пример такой же как и было может чуть чуть поменьше ну все дорогие друзья в общем закончилась моя рыбалка спасибо всем что смотрели и всем пока до новых встреч